Рассмотрим пример. Допустим, у нас есть некоторая база магазина, и в ней есть отношение, которое связывает поставщиков и заказчиков через магазины. В этом отношении все атрибуты являются первичным ключом, и они однозначно определяют, в каком именно магазине, какой именно поставщик взаимодействует с каким именно заказчиком. Обозначим некоторые свойства данного отношения. Наш атрибут поставщик не будет зависеть от магазина, а поставщик будет зависеть от заказчика, а взаимодействовать они могут через любой магазин. Также заказчик может быть привязан к любому поставщику или любому магазину, то есть он может сделать заказ товара любого поставщика в любом филиале магазина. И следует также отметить, что все атрибуты данного отношения являются первичным ключом, однозначно определяют записи в данном отношении, и, соответственно, наши отношения уже находятся в нормальной форме бойса кодды. Рассмотрим ситуацию, в которую нам нужно добавить нового поставщика конкретному заказчику. Для того, чтобы это сделать, так как у нас заказчики и поставщики независимы друг от друга, но зависят от магазинов, каждый из этих атрибутов зависит от магазина, нам нужно вставить в наши отношения столько записей, сколько есть магазинов. Таким образом, предоставляем все возможные комбинации магазинов и поставщиков для каждого заказчика. Эта операция зависит от количества магазинов. Если в нашей базе магазинов достаточно много, то есть риск того, что операция не завершится в рамках одной транзакции. То же самое можно сказать и об удалении поставщика из нашей базы. Например, если мы попытаемся это сделать из последней записи, в которой содержится магазин и заказчик, то мы также потеряем информацию о заказчике. Для того, чтобы привести отношение к четвертой нормальной форме, нужно избавиться от нетривиальных многозначных зависимостей. То есть привести их, например, к тривиальным. Или полностью избавиться от многозначных зависимостей в отношении. Или же можно оставить одну многозначную функциональную зависимость, чтобы она была фактически просто функциональной зависимостью. И отношение находилось в нормальной форме Бойса Кодда, то есть имелся один потенциальный ключ. Для того, чтобы привести отношение к четвертой нормальной форме, нужно декомпозировать отношение, разделив на две разные сущности многозначные зависимости, которые являются независимыми друг к другу. Таким образом, у нас в сущностях будет поставщик, зависящий от магазина в одной сущности, и заказчик, зависящий также от магазина в другой сущности. Соответственно, теперь в случае, если мы удалим какого-то поставщика из нашей базы, то заказчик у нас по-прежнему останется и информация о нем не потеряется.